Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы на некоторое время отвлечемся от проблем городского округа Люберцы, потому что у нас в гостях кинодраматург, режиссер и участник двух антарктических экспедиций Евгений Евгеньевич Барханов. Здравствуйте, Евгений Евгеньевич! Здравствуйте! Кинодраматург, режиссер Антарктида. Это все взаимосвязано или это как-то все по отдельности? Ну, теперь это все связано, причем в крепкий узел, потому что я в своей роли там был. То есть, грубо говоря, я поехал делать кино. Угу. Как, с чего все начиналось? Я сейчас просто поясню свой вопрос. Наверное, у каждого человека, который, ну, хоть, то есть, может назвать себя путешественником, то есть не тот человек, который там на море только съездил когда-то, да, а вообще побывал, ну, хоть в нескольких странах мира, рано или поздно к нему приходит желание там побывать, там, то есть появляется некая мечта путешественника. Вот я, например, всегда хотел побывать в Австралии и на двух полюсах до встречи с вами. Вот теперь у меня есть возможность увидеть человека, который был 61-й, 64-й, если не ошибаюсь, антарктических экспедиций. Как вы туда попали? Где оформляют билеты в Антарктиду? Ага. Ну что же, хорошо. Тогда, тогда запаситесь терпением. Так, готов. Вот. Значит, русско-географическое общество выделило грант. Причем такие деньги, не то что смешные, а совсем маленькие, которые не предполагали путешествия в Антарктиду. А они предполагали, бюджет предполагал снять две-три говорящие головы, смонтировать чуть-чуть хроники, и фильм про Антарктиду готов. То есть... Очень удобно. Да, ко мне обратились товарищи как раз с предложением о том, чтобы вот как раз эту процедуру сделать. Так. Вот. Отсняв два интервью, ну, очень мудрых голов, особенно светлую голову, это Лукина Валерий Александровича, начальной контарктической экспедиции. Это очень уважаемый человек, то есть это заслуженный полярник. Ну, это... Не хватит места в вашей программе, чтобы я о нем отзывался. То есть не хватит места, чтобы я смог выразить. Вот. И эта светлая голова доступно, очень аккуратно рассказала об Антарктиде такие вещи, что за эти полтора часа интервью я понял, что я не имею права делать кино, не побывав в Антарктиде. Так. В момент интервью он увидел блеск в моих глазах и сказал, «Евгений, прошу вас, я понял, что вы хотите меня сейчас спросить, я вам наперед, чтобы не было недоразумений. В Антарктиду я вас не возьму». И даже просить не имеет никакого смысла. Я для себя положил, что действительно я не буду нарушать это интервью и с просьбами мы закончили интервью. Мы на такой ночи очень положительные расстались. Но как только 12 пробило, я 12.05 ночи, потому что день сменился, я посчитал для себя, что мое обещание... Закончилось, да. Закончилось. Я ему позвонил. Он говорит, ну, я, в принципе, ожидал, что все-таки будете там звонить. Ну, я говорю, ну, надо как-то решать. Он говорит, а что с оплатой, как у вас с деньгами? Я говорю, нет денег. Вот как-то надо попасть так, чтобы это было без денег. Я говорю, ну, а что там? Ну, по большому счету, я мало еще представлял, плохо представлял о том, что это будет такое. Я думал, что замена зимовочного состава, куда-то прилететь на какие-то южные страны, подскочить нам на пароходики и что-то такое. Ну, да. Да, и там, ну, месяц, ну, полтора. Что это такое? Я ему говорю, ну, что такое месяц-полтора? Он говорит, ну, если вы хотите, вот, действительно, серьезно, то я вас сейчас расстрою, это как минимум пять месяцев. Как же так? А, говорит, а у нас пароход уходит и возвращается, да, через пять месяцев. То есть замена зимовочного состава, она вот в рамках пяти месяцев. Естественно, это срок довольно приличный. И вот он меня подловил и охладил вот этим заявлением. Чем более никто платить не будет, тем более, как я там и что, и зачем, и почему. И я попал вот-вот-вот-вот опять в эту душевую, холодную, холодного душа, яму, умылся. Но почему-то, вот знаете, как у Гоголя, кто меня под язык толкнул? Я говорю, я готов. Я еще... То есть так... Да, да, то есть язык сказал еще, кто под язык, да. То есть еще не сформировалось неосознание, как, чего, зачем, почему, я готов. Он говорит, ну, хорошо, я вам перезвоню через три дня. Потом мне еще стало сложнее, и жена, дети, и т.п. т.д. Как там... Как разрулить теперь ситуацию. А все-таки, да, пятеро детей. Вот, и, значит, полгода, допустим, вот, это без зарплаты, и как это все. Неожиданно звонок через три дня. Он спрашивает, как у вас со здоровьем? Потому что нужно пройти медкомиссию. Я говорю, со здоровьем не очень, потому что есть такие... Нехорошие показания после травмы в Афганистане, значит, скорее всего, конечно, ее обнаружат. Он говорит, хорошо. Евгений, значит, у меня ночмед ветеран афганской войны. Да. Леванда Константин Константинович, полковник, вот, он как раз занимается подготовкой, медицинским освидетельствованием, в том числе, зимовочного и сезонного состава для Антарктиды. Вот. Мы с ним познакомились. Неожиданно нашли общих друзей и знакомых. Задружились невероятно. И он... И вы стали здоровым. И я прошел медкомиссию с ним за руку, по всем врачам. Он садился, это наш человек. К сожалению, это сейчас уже невозможно. То есть вы окончательно все-таки попали? Попал. Долго подготовка шла? Значит, для... Ну, нужно оформить документы. Это значит получить себе паспорт моряка. Это свидетельство, удостоверение личности моряка. Там отпечатки, все как там... Все как положено. Да, да, все как положено. Это же, где судно останавливается в портах, это чтобы свободный был выход, и т.п. Ну, это все... Пройти подготовку по выживаемости на судне. То есть это сдать экзамены как водительское удостоверение, получить этот сертификат. Вторая жизнь фактически началась. То есть в срочном порядке я помчался все это дело оформлять, и все успешно, экзамены сдал, все прошел, все документы получил. И вот тоже интересная сноска такая любопытная. В составе экспедиции не предусмотрена должность как режиссер, оператор. Ну, просто нет. Нет, да. Да, и фильмы никто про Антарктиду, и в том числе про антарктическую экспедицию, не снимает. Поэтому как вас оформить? Мне задают вопрос. Я говорю, я как-нибудь там, ну, поваром, напишите там, или еще кем-то там. Ну, что вы, значит, если повар, ты будешь работать поваром? Потому что, когда себя же никто не понос по штату, есть вот столько. Да, да, да. Или переложить, значит, поварские, значит, заботы на всех остальных, а ты не будешь там занимать. Нет, и так нельзя. В общем, а оформить пассажирам – это значит деньги. И тут яма такая, и опять эти переживания. Ну, в итоге, любопытное мне дали предназначение, и записан я в документе – специалист. Прекрасно. Я поехал специалистом. И вы отправились в антарктическую экспедицию. Да. Что же такое Антарктида? У нас, я почему вас сразу же к этому пододвигаю, потому что времени так мало, а Антарктида, она же не маленькая. Очень не маленькая. Вот мы же здесь, мы же для вас, как малые дети, там вообще не в курсе, что там происходит. Ваше первое ощущение? Ну… Когда ваша нога, я уж не знаю, как она вступает туда, на что? Вот, кстати, про ногу. Давайте я сейчас забегу, и зрителей, наверное, немножко напугаю. Дело в том, что вот мы, когда идем, мы не задумываемся о том, что земля может разверзнуться. Вот в Антарктиде это возможно, особенно путешествуя пешком по льду. Дело в том, что с ледника спускается под тяжестью купол, как он называется, антарктический купол, ледяной. И он откалывается айсбергами и выходит в Южный океан. Движение льдов до 500 метров в год. То есть возникновение трещины в любом месте, на побережных станциях наших, в любом месте может возникнуть. То есть галициологи, то есть люди, которые занимаются льдами, там наука, там разведка льдов, там постоянный мониторинг этого. Но тем не менее, довольно много несчастных случаев, смертельных в том числе, это вот как раз вышел без страховки, провалился в трещину. На самом деле смешно, вот так вот звучит, но тут вот, как в принципе на войне, как на минной войне, вот, помятую опыт Афганистана, там есть вот та вещь, о которой мало кто знает, с купола дует дульник, который задувает трещины, делает наддувы корочки. То есть трещину не видно, то есть ее фактически нельзя не щупать. Обнаружить, да. А человеческий вес, да, может проломить это в любом месте. Поэтому перемещения по станции, они ограничены, вот, и соблюдаются вот этим вот жестким регламентом. А что вообще такое станция? Это какая-то площадь, территория, что в бытовом смысле, домики, как это выглядит? И какие у вас были ощущения? У нас, значит, есть станции зимовочные, есть станции сезонные, есть законсервированные. В советское время у нас было много станций в Антарктиде. А вот сейчас у нас действующие таких зимовочных пять станций. Вы на всех были или на какой-то одной? Нет, я на всех был. На всех побережных был, на одной материковых был, за исключением от станции Восток. К сожалению, там это достаточно сложно туда было добраться. Но кое-чего я с этой станции получил, я имею в виду, видеоматериалы, мне хватило там. Мы сейчас во второй части поговорим о том, чем живет станция, как там люди, что такое Антарктида. Но чтобы сделать такой мостик, все-таки вот если бы в одно предложение вас бы попросили охарактеризовать для нас, простых, смертных, что такое Антарктида? Одним предложением не получится, два. Через точку. То, что важно для полярника в Антарктиде, очень важно, без чего нельзя прожить, здесь абсолютно не имеет никакой ценности. И наоборот. Что здесь очень важно, теряет всякий смысл в Антарктиде. Как философски. Самое время для перерыва. Напомню, что Евгений Евгеньевич Барханов у нас в гостях, кинодраматург, режиссер и участник двух антарктических экспедиций. Уже более конкретно мы поговорим о том, как это все проходило, как там люди живут, как там есть белые медведи или какие другие млекопитающие животные. Все через несколько минут. Это программа «Открытый диалог». Напомню, что у нас в гостях Евгений Евгеньевич Барханов, участник двух экспедиций в Антарктиду, 61-64-е, по номеру, кинодраматург и режиссер. И находился он там, как мы выяснили, под профессиональным званием специалист, видимо, всего и вся. Вот скажите, вы побывали на нескольких станциях, многие, наверное, даже не знают, что их несколько. Вот что такое быт, что такое Антарктида с точки зрения человека, температура, как там день устроен, день, ночь, вечер, как там выживает человек, есть ли там белые медведи? Белых медведей нет, естественно, потому что белые медведи только на северном полушарии. Жаль. Да. А если, вы знаете, интересно, я сейчас к бытовой части в том числе подойду, когда смотришь на карту мира, то глобус, земной шар, и Антарктида, она же внизу. В странах южного полушария, значит, скажем, в Австралии, карту рассматривают наоборот. То есть у них юг сверху. Так вот, я, как человек, не лишенный воображения, все время думал, вот я из Ленинграда, из Санкт-Петербурга на пароходе, значит, минуя, пересекая экватор, попадая, в конце концов, значит, в Антарктиду, не упадет ли с головы шапка? Вот. Ну, там отдельная история, как мы шли, потому что шли долго, полтора месяца мы там, вот. А сколько всего путь из Петербурга до Антарктиды? Полтора месяца. До ночевки, вот первой, которая... Приблизи, да, полтора месяца. Ну, правда, еще есть заходы в порт Брэмерхаффен, Германия, и еще обычно, как обычно, в ту сторону идем, мы заходим, Кейптаун, Южная Африка. А вот, а уже из Южной Африки, когда мы берем продукты, набираем там топливо, загружаемся, подгружаемся, идем уже в антарктический рейс, то есть непосредственно антарктический. Ну, и как же там живется? Какая температура в Антарктиде? Ну, самая низкая температура зафиксирована нашей станцией Восток, минус 89,2 градусов, это вот в сезон, то есть зимний сезон. То есть это все сидят в комнатушке возле буржуйки? Нет, 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 ну что. В этом году Восток будет реорганизован, хотя на самом деле станция имеет износ порядка 90-95%, и бытовые условия, в общем, для тех, кто привык здесь к хорошему... Картанские, да? Да, там жесткие и довольно тесновато. А что входит в быт? Кровать, кружка, стол? Кубрик, то есть ты укажу свой кубрик, то есть личное пространство, ну, в зависимости от станции, кубрик может быть больше или меньше, но личное пространство организовано, ну, то есть сам полярник, это его святое место, как келия, вот, он организовывает его на свое усмотрение. И общая какая-то комната. Есть, да, кают-компания. Поскольку ты идешь довольно долго и существуешь среди моряков, входит, да, 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 входит вот это вот. Тем более, значит, моряки... Сколько людей одновременно было на станции жило? Ну, смотря на какой станции. Дело в том, что вот если говорим о Востоке, 12 человек, зимовочный состав, 12. То есть они вот, довольно сложная станция, грубо говоря, если что-то произойдет, то легче послать спасательную экспедицию в космос, чем к станции Восток. Восемь месяцев в году ни транспорт, ни самолет туда не прилетит из-за крайне низких температур, вот, и поэтому, если что-то там происходит, то это будет происходить как в аквариуме. А что там происходит? Ну, гидравлика, я имею в виду, если техника, гидравлика не предназначена для эксплуатации ниже 55 градусов, а там рабочие температуры 60, минус 60, 80 градусов в зимний период. А какие там еще страхи есть? Какие-то животные, что пингвины там есть? Ну, на станции Восток вообще никого нет. То есть вообще тишина. Только человек. Только человек. Только наши люди. И да, и пустыня белая. Так, а на других станциях? Так вот какая-то журналист. На побережных станциях, конечно, пингвины. Ага. Пингвины, поморники, тюлени, касатки заходят. Ну, когда льды раскалываются, до станции доходит океан, и в сезон льды уходят, и освобождается чистая гладь океана. Там завораживающее зрелище, когда дрейфуют айсберги кругом, и вот это вот, и вода, и они так медленно пошатываются. Значит, это вот, я кадр в секунду ставил камеру, и вот это вот все, вот этот космос. Ты неожиданно начинаешь ощущать себя песчинкой в этом мироздании. То есть еще меньше песчинкой, чем в каком-то другом месте. Конечно. Но на самом деле, где русский человек, если говорить о быте, там здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Все. Вы знаете, это так. Вот русский человек наполняет пространство, и там становится обитаемо. А флажок стоит? Какой? Ну, должен же ставить флаг. Нет, конечно. Нет, географический полюс, если мы говорим о географическом полюсе, он занят американцами. Ага. А у нас... Кто вообще там делит американцам и еще кто-то? Мы ничего не делим, потому что это единственный материк без границ. Да, там американцы стоят. Там много очень стран представлено своими станциями и научными изысканиями. Тогда надо менять на полюсе флажок-то. Нет, ну у каждой станции флаг свой есть. Это естественно. А мы заняли же геомагнитный полюс, поскольку американцы первые заняли географический. Ну и геомагниты там. Он был там, потому что геомагнитный полюс меняется постоянно. Ну и вот, когда мы станцию эту открывали, это был как раз полюс геомагнитный, в одном из самых труднодоступных районов Антарктиды, ну где вот, собственно говоря, и бурили скважину на озеро Восток. Вот это вот. Вот, кстати, сейчас хорошую тему, как, наверное, этот вопрос, может быть, и вначале нужно было адресовать, но так как мы люди с вами творческие, мы так это про айсберги, про пингвинов. А зачем вообще Антарктида исследуется? Там что, какие-то другие физические явления происходят? Или там какие-то запасы ищут? Или это секретная информация? Ну, во-первых, это место, где сосредоточено самый большой запас пресной воды. Это на самом деле для нас это, кажется, а побывав, скажем, в южных странах, был момент, когда реально планировали как-то отбуксировать в страны, у которых проблемы с пресной водой, отбуксировать эти громадные глыбы, вот эти айсберги. Пока как раз довезут. Но, да, 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 серьезно рассматривалось, но до дела не дошло. А вот. Там какая-то венчурная, как это, дыра какая-то надполь, что-то черное. Да, да, что это, там действительно что-то такое? Не, ну там бывают. Я к чему веду, там может какие-то явления вот другие? Явления, ну как и на севере, то же самое. Там сияние, неожиданное возмущение геомагнитное. Чувствуешь себя не очень, потому что перепады давления. А сколько вот сейчас, если так прикинуть, вот сколько людей, когда вот все приехали, все полярные станции работают, сколько народу живет? На всех станциях? Да. Парколько сотни наши. Нет, я имею в виду всех, всех, всех стран. Сто человек? О, нет, это на наших только сотни. Так. Нет, если, если... Насколько обитаемо Антарктида? Я не оперирую цифрами, но я могу предположить, что порядка, наверное, 20 тысяч, наверное. То есть 20 тысяч человек вот в этих замечательных условиях. Но не в этих, я имею в виду, на сезон. То есть приезжают... Но все равно же, да? Сезон – это когда доступно, когда, да, можно... Сколько температур и сезон? Смотри, на каких станциях. Ага. Ну, самое маленькое, самое, вернее, самое теплое. Но у нас есть курортная станция наша. Курортная. Курортная, да, станция. Ее так и называют курортной. Да, это Беллинсгаузен. Ее как раз и открыли наши мореплаватели 200 лет назад, 28-го. Потому что в Леониде. Да, 22-22-28-го января было 200 лет. Так вот, там плюс 10. Плюс 10, может быть. Плюс 10. Да, плюс 10, плюс 11. А влажность? Вот мы же всегда понимаем, да, что Москва и Питер, да, температура может быть одна, а влажность-то совсем другая. А там что за... Беллинсгаузен, это в этом смысле, она обитаемая, там можно живность, там и морские слоны, и там... Вот я там наснимал невероятных вещей, и пингвины, ну, Адели, там, и... Ну, неважно. Поморники, птицы, ну, то есть там орнитологам вообще раздоле, вот. Но гниет там все, и влажность очень высокая, и переживается температура там, ну, да. Да, да. Я еще хотел такой вопрос адресовать, простите, что перебиваю вас. Вот вы сказали, чтобы мы обязательно вспомнили о клубе 200, что это за таинственный клуб 200. Ну, на самом деле, это как раз, наверное, повеселит и зрителя, и вас, в том числе. Это клуб, в котором очень мало человек входит. Да, 200. Да, меня предлагали пройти испытания, но я не дождался этих температур. Это мероприятие можно проделать только на одной нашей станции. Это станция Восток. Значит, при температуре за бортом станции минус 80, растапливают там, или там еще ниже, растапливают баню, догоняют 110-120 градусов, чтобы разница температур была 200. Да. 200 градусов. Значит, ты сидишь в этой сауне, выскакиваешь на улицу, перепад температур 200 градусов, ты должен простоять 200 секунд. 200 секунд. А значит... Причем волосяной покров на теле, он дыбом. Я не в таких температурах, но я в камеру, которая крио-камера. Тренировочная. Да, меня загоняли, я 85 градусов проходил, минус 85 градусов. И вот ощущение, да. И вот 3 минуты всего. И вот когда проводишь, волос, он не ложится, а он ломается на руке. Так вот, а тут еще влажная. Пар, а вот простоял 200 секунд, забежал обратно, и финал, чтобы вступить в этот клуб, 200. Это норма огненной воды, которую человек должен выпить. Употребить. Да, но у нас сухой закон, и поэтому я говорю о крамоле. А вот. Но в этом клубе... Разрешается. Разрешается. Да, чтобы вступить в этот клуб, нужно пройти испытания вот этими вещами. Ну, я скажу, что, мне кажется, это любопытный такой финал, но финал только сегодняшнего разговора, потому что мне кажется, что об этом можно много еще рассказывать. Вы скажите только одно, вы еще собираетесь туда? Есть такая возможность или пока нет? Вы знаете, после первой экспедиции, ну, на самом деле, действительно, это может сложиться очень длинный рассказ, но после первой экспедиции я для себя решил, что я больше туда не ногой. Но вторая потом совершилась. И, как вы знаете, и когда появилась возможность, а это, кстати, болезнь у всех полярников, все они говорят, чтобы я еще здесь, да ни за что. Но как только так и сразу. Да, 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 и сразу. И это болезнь у всех, потому что там коммунизм. Там люди забывают, что такое деньги. Там отношения совершенно другие. Очень интересно. Вот. Они где-то похожи на армейские, но там выстраиваются все вот совершенно на другом, на первобытно общинном, что-то такое близко к истокам. Для них это становится образом жизни. И когда люди приезжают сюда, здесь совершенно другая жизнь. Поэтому мы можем смело назвать, что у нас сегодня в студии гостил гражданин Антарктиды, да, Евгений Евгеньевич Барханов, который действительно два раза участвовал в Антарктической экспедиции, номер 61, номер 64, к тому же кинодраматург и режиссер. Я думаю, что у вас будет прекрасная возможность познакомиться с материалами. Кстати, фильм один в открытом доступе есть в Ютубе, если зрителям будет интересно. «Полюс относительной недоступности». «Полюс относительной недоступности». А благодаря Евгению Евгеньевичу сегодня он стал нам, мне кажется, ближе. Спасибо вам большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. До свидания.